За последние сутки в Славянском районе выпало более 38 миллиметров осадков. Это привело к небольшому подтоплению в некоторых районах нашего города. Как с последствиями непогоды справляются службы ЖКХ, смотрите в первом материале выпуска. Количество осадков, выпавшие за последние сутки, не привело к угрозе появления неблагоприятных и опасных явлений, но все-таки доставило неудобства жителям в некоторых местах Славянска-на-Кубани. Весь двор затопленный, вода пошла в дом, все позатопило. Вода идет от туалета с рыночной. Потом идет вода тоже с рыночной. Там дом построили, и, видно, подняли землю, и вся вода хлынула сюда к нам. Обстановка на территории района нормальная. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На 10 пониженных участках территорий улиц города и при усадебных участках домовладений отмечено незначительное подтопление. На данный момент работает 10 единиц техники. 30 человек – обслуживающего персонала общественно-социального центра по откачке воды. Система насосных станций, которые в городе 33 сегодня, работали всю ночь. Утром в 7 часов начали работать бригады социального центра. Задача у них стоит – пропустить воду по ливневой канализации, потому что в ливневой канализации есть мусор, есть трава, скошенная трава собирается возле труб. В Южном округе города работа по устранению последствий непогоды началась с самого утра. Как говорит глава Южного округа Наталья Величко, спецтехника работала всю ночь и на протяжении всего следующего дня. Однако проблема в том, что выпало слишком много осадков. Вода, конечно, отходит плохо, не потому что ливнестоки грязные, а потому что очень большой объем осадков выпал. Мы ливнестоки, когда получили штормовое предупреждение, мы ливнестоки все прошли, проконтролировали, где-то подкосили, вычистили, проверили, перепадов нет ли. Ну, сама система работает. Но плохо только потому, что очень большой объем осадков. В связи с интенсивными дождями резко увеличился приток воды в Краснодарском водохранилище. Согласно экстренному сообщению МЧС по Краснодарскому краю, в ближайшие дни в связи с увеличением сброса воды с Краснодарского водохранилища в нижнем течении рек Кубань и Протока может подняться уровень воды. Как сообщает начальник управления по делам ГОИЧС Павел Анопченко, ситуация на реках Протока и Кубань контролируется службами ГОИЧС, главами поселений. Волна сброса до района дойдет порядка до 20-22 часов. Резко увеличится уровень воды в реках Кубань и Протока. Вчера после получения сообщения об интенсивном сбросе в городское и сельское поселение направлены телеграммы по складывающейся обстановке и выдавлены рекомендации, связанные, первое, с оповещением всего населения о складывающейся обстановке и вероятных вариантах развития ее. Второе, рекомендовано привести в готовность системы оповещения технические, а также действия персонала по оповещению населения. По прогнозам синоптиков, 24-26 июня местами в крае ожидаются ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду, подъемы уровней воды в реках до неблагоприятных отметок. Тина Копочевская, Андрей Постовой, Александр Косицын. Программа «События».